Начинаем нашу встречу. И позвольте мне буквально пару слов сказать о программе конференции и о том, о чем мы сегодня с вами узнаем. Несмотря на то, что программа была опубликована, но понятно, что когда мы регистрировались, немножечко одно получается, потом может быть чуть по-другому. Но прежде всего я представлюсь. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев. Я кандидат педагогических наук, доцент Института иностранных языков Московского педагогического государства университета, главный редактор издательства ТИТО «Жанал английский язык в школе». И у нас конференция сегодня будет построена следующим образом. Мы начнем с того, что я расскажу, где взять новые пособия по подготовке к Олимпиадам. Это буквально на 15 минут выступления. И расскажу, где можно взять бесплатные материалы. Затем выступит Дмитрий Владимирович Дрогайцев, кандидат филологических наук, главный тренер сборной Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку Московской области, председатель жюри регионального этапа Московской области, составитель заданий школьно-муниципальных этапов по Олимпиаде и председатель комиссии Московской области по ЕГЭ Дмитрий Владимирович Дрогайцев расскажет о том, «Как построена системная подготовка школьников к Олимпиаде в областной гимназии имени Примакова», где Дмитрий Владимирович работает. Коллеги, вопросы и комментарии можно задавать в чате, поэтому не упускайте возможности получить информацию с первых рук. Далее у меня будет короткое выступление после этого о подготовке к книгу страноведческим заданиям Олимпиады, поскольку они очень объемные, требуют всегда сил и времени и основаны больше на фоновых знаниях, чем на языковых умениях и способностях. И завершит нашу конференцию выступления Артема Петровича Гулова, кандидата педагогических наук, доцентом ГИМО и, самое главное, не просто автора серии пособий по подготовке к Олимпиадам, но и тренера-наставника абсолютных победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Причем, более того, скажу по секрету, что в прошлом году, если не ошибаюсь, или в позапрошлом Артема Петровича, ученица набрала 130 баллов из 130 возможных. Такого результата до этого не было в течение 10 лет. Поэтому послушайте Артема Петровича, он как раз сможет рассказать и поделиться своими секретами подготовки к некоторым частям Олимпиады. Ну что ж, переходим дальше к нашей теме для того, чтобы не тратить ваше время. Вообще, когда мы говорим о подготовке к Олимпиаде школьников, всегда возникает несколько проблем. Причем проблемы, к сожалению, из года в год одни и те же. Давайте я вам расскажу о тех инструментах, которые позволят, если не решить эти проблемы, то, по крайней мере, начать их решать. Первая проблема – это прежде всего нехватка методической информации, потому что, к сожалению, никто не торопится объяснять, как готовить к Олимпиаде, какие особенности заданий надо учесть, в чем могут быть подводные камни, как вообще построить работу. Всегда не хватает тренировочных заданий, потому что, к сожалению, на официальном сайте Олимпиады есть только задания прошлых лет. Более того, официальный сайт Российской Олимпиады школьников менялся несколько раз за прошлые годы, каждый раз, когда менялся оператор этой Олимпиады. И каждый раз предыдущий сайт закрывался, и все наработки, которые там были, они пропадали, и все начиналось с самого начала. Сейчас, слава богу, открылась страница на сайте единого содержания общего образования. Это вот там же, где примерные рабочие программы, на сайте yetso.ru. Но, тем не менее, пока полезный материал наберется, естественно, уйдет какое-то время. Поэтому возникает вопрос, где брать те самые тренировочные задания. Я отвечу сегодня на этот вопрос. Ну и, наконец, самая большая проблема, наверное, заключается в том, что формат заданий Олимпиады периодически меняется. И одним только выполнением заданий прошлых лет никак не обойтись, просто потому, что в этом году они могут быть довольно сильно отличающимися. И из-за этого необходимо формировать умения и закладывать фоновую информацию. Потому что без умений, без фоновой информации, просто путем выполнения заданий прошлых лет, к сожалению, больших результатов не добиться. Я об этом знаю и как человек, у которого самого ученицы становились призерами регионального этапа Олимпиады. И у меня одна ученица стала победителем Всероссийской Олимпиады. Но вот не самым главным победителем, абсолютным, как у Артема Петровича, но вошла в десятку самых первых, что тоже, на самом деле, очень большой труд со стороны ученицы, с моей гораздо меньшей, и большая очень заслуга этой девочки. И слава богу, что так получилось. Ну что ж, давайте поговорим о том, где брать материалы. Итак, как вообще нам познакомиться с заданиями Олимпиады, чтобы не самим листать их все и анализировать, а с готовым анализом. Более того, где нам взять методические рекомендации от успешного тренера. Все это можно найти в пособии методической нормативно-правовой основы подготовки к Всероссийской Олимпиаде школьников по английскому языку. Это пособие, обратите, пожалуйста, внимание, по договоренности с разрешением автора, выложено бесплатно. Я сейчас скажу, где его найти. И в пособии есть не только нормативно-правовые основы, то есть документы, которые нам надо знать для того, чтобы понимать, что и как будет срабатывать. Но и описано в образовательной практике, и самое главное, есть методические материалы. Поэтому это пособие можно использовать и для того, чтобы познакомиться с заданиями, и для того, чтобы взять оттуда методические рекомендации, и самое главное, построить программу обучения. Посмотрите, пожалуйста, вот содержание этого пособия. Первый раздел – нормативно-правовые теоретические практические основы. Второй раздел – концептуальная особенность содержания заданий. Вот там, где как раз разбираются эти задания, причем анализируются за несколько лет, что менялось, как менялось, какой характер носят эти задания. И, наконец, профессиональная особенность педагогической деятельности, где как раз говорится о том, как разработать рабочую программу, какие цифровые ресурсы как можно построить, какая модель существует в городе Москва. А московские школьники постоянно берут высокие места на Олимпиадах. Вот здесь как раз моделью делится. Хотя, кстати, обратите внимание, что победителями абсолютно Абсолютно Всероссийской Олимпиады московские школьники становятся не то, что не каждый год, а вот очень часто другие регионы берут пальму первенства. И, кстати, Артем Петрович, я не знаю, будет ли у него возможности время об этом сказать, но еще в свое время, когда Артем Петрович пристал в старом Асколе, работал в школе, у него тогда ученик стал победителем Абсолютно Всероссийской Олимпиады. То есть здесь дело все-таки не в регионе, не в том, где кто-то находится, а в том, как готовят. Что еще здесь есть? И, наконец, самый важный, наверное, раздел, с моей точки зрения, как человека, который практически ищет путей подготовки к Олимпиаде, это базовый принцип подготовки к Олимпиаде по английскому языку, где как раз даются основные принципы в целом. И раздел пятый принцип подготовки ко всем конкурсам. В Олимпиаде они называются не часть, а конкурсы в нормативных документах. И вот здесь как раз разбираются все вот эти вот моменты. И есть даже готовый тематический план Олимпиадного курса в приложениях. Поэтому, коллеги, вот эту вот книгу можно найти бесплатно. Я покажу вам в конце сегодня своего выступления, где и как это сделать, чтобы вы точно смогли найти, и ничего вам не помешало. Хорошо? Что еще появляется? Возможно, вы уже знакомы с серией книг Олимпиад Белда. И эта серия книг охватывает все этапы и все возраста, начиная от начальной школы, где уже можно начинать, например, закладывать умения нужных учеников. Можно давать задания подобные тому, что можно в Всероссийской Олимпиаде школьников увидеть. Да и просто их использовать для подготовки к другим Олимпиадам тоже. Сейчас подготовлено новое издание. Я скажу, где его найти. Оно уже опубликовано пока только в электронном виде. Итак, в этом издании добавлены комплекты заданий на говорение и чтение. То есть, посмотрите, там пять больших тестов, которые можно использовать для тренировки. На их основе можно свои Олимпиады разрабатывать, можно использовать для проведения конкурсов в школе, для недели иностранного языка и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, даже есть к пособию все ключи. И это тоже очень важно, чтобы у нас с вами была 100% уверенность, что мы правильно сделали. Сами и есть скрипты, аудиоприложения. Аудио можно скачать бесплатно. И посмотрите, что нового в этом пособии появилось. Добавлены задания на письменную речь. Причем не просто пять тестов добавлены, а на каждый тест есть четыре варианта. То есть, по сути, получается, что ребенок может всегда выбрать, какой вариант, или вы можете выбрать, какой вариант ученикам дать, либо вы их можете распределить. И эти задания, они основаны на произведениях современной детской классической литературы. Как сочетается с современной классической? Ну, например, на приключениях «Медвежонка» Пэдлингтона, на других произведениях, с которыми дети как раз хорошо знакомы. Но даже если ребенок с чем-то не знаком, все равно там есть такие задания, которые можно использовать для того, чтобы ребенок справился с этими вещами. Задания на говорение, которые добавлены, они оформлены в виде вот таких вот карточек на говорение. Причем, посмотрите, они действительно непростые. Они требуют творческого мышления определенного. Но зато посмотрите, насколько интересно может быть. Пример только одного из заданий. «You are a cat. Describe your master». То есть, ребенку здесь представить довольно легко для того, чтобы описать задание, описать в соответствии с заданием, сделать. Пособие уже доступно на сайте. Титул онлайн, на него можно подписаться. Подписка действует год. И это стоит гораздо дешевле, чем приобретать книгу в типографии. И готовиться к печати, к отправке в типографию. Так что скоро тоже появится. Далее. Пособие Олимпиады для 5-6 классов. Оно тоже не новое, но оно дополнено. Причем не просто дополнено, потому что захотели дополнить, а дополнено новыми типами заданий, которые ориентируются на изменяющийся формат Олимпиады. Точно так же в этом пособии есть скрипты аудиозаписи, ключи к заданиям. Более того, вот дальше в серии пособий после начальной школы автор не просто дает ключи, но и объясняет, почему ответ должен быть такой, а не такой. То есть, мы здесь можем и с учениками разобрать вот эти ответы. То есть, не просто, поверьте нам на слово, вот такой ответ должен быть. А здесь очень четкие объяснения идут. Не во всех книгах ключи настолько подробные, но чем старше становится, тем, конечно же, это важнее. Особенно задания по чтению и прочее. Но я здесь не буду перебивать, потому что Артем Петрович об этом, о заданиях по чтению расскажет как раз. Пособие уже доступно на титул онлайн и к новому учебному году выйдет из печати. И посмотрите, пожалуйста, вот эти вот задания, которые добавлены, насколько они позволяют систематизировать и отработать лексику и идиомы. Например, использование цветов. Вот у нас это задание, причем еще и один тип новых заданий, который добавлен, он помогает научиться анализировать предложения и познакомиться со знаменитыми изречениями. Поэтому материал можно не просто использовать в качестве подготовки к Олимпиадам, но и на самом деле для систематизации знаний учащихся для дальнейшей отработки на уроках. Олимпиады по английскому языку до 8-11 классов. Точно так же издание дополненное. Это второе издание, как мы с вами видим. Вот там как раз подробные объяснения, почему ответы именно такие. И совершенно новое пособие Олимпиады по английскому языку до 8-11 классов. Listening and Reading. Были отдельные книги по чтению и отдельные книги по аудированию. Что в этой книге произошло? В этой книге вам предлагается для учеников 40 заданий, то есть 20 готовых комплектов. В каждом комплекте одно задание на аудирование, одно задание по чтению. Некоторые тексты ваши ученики могут узнать, они были слегка переработаны, но тем не менее они сохранились. Но для него написано для этого пособия много новых текстов. Созданы абсолютно новые аудиозаписи. Дописаны были к новым текстам. Аудиоскрипты и ключи у нас есть. Точно так же это пособие уже доступно на титул онлайн. И готовятся к печати в типографии. И, наконец, вышла из печати осенью вот эта вот книга. Она пользуется очень заслуженной популярностью. Это та самая трудная часть для учеников Use of English, где и лексика, и грамматика, и страноведческий материал. Теперь в этой книге 300 заданий. Вы, возможно, помните, когда в ней было еще 250 заданий. Вот автор дописал 50 заданий новых, добавил. И теперь тренировки более чем достаточно для самых учеников, которые нуждаются в самом большом количестве тренировки. Потому что, конечно, для того, чтобы выполнить 300 заданий, вы представляете, сколько времени и сил надо. И здесь покрыты практически все форматы заданий, которые, в принципе, бывают на Олимпиаде школьников. И буквально на секунду мое выступление, уже время, отведенное на выступление, заканчивается. Но я, с вашего позволения, покажу вам как раз, как на сайте титул онлайн можно найти материалы. Для того, чтобы вы увидели, как с этим можно работать. Итак, посмотрите, пожалуйста, коллеги. Вы набираете адрес title.online. У вас появляется вот такая главная страница. Если у вас есть аккаунт на englishteachers.ru, то вы можете просто нажать на кнопку «Войти» на вход. И вы используете тот же самый логин и пароль. Здесь сквозная регистрация работает. Если у вас нет аккаунта на englishteachers.ru, вы можете здесь его зарегистрироваться и завести. Затем вы переходите во все издания. И у вас перед вами проявляются все книги, которые доступны к подписке. Их уже накопилось немаленькое количество. Но если вы посмотрите на цены, то эти цены, я думаю, вас приятно удивлят. Потому что мы все знаем, к сожалению, сколько в магазинах книги стоят. Ну, просто страшно заходить, честно говоря. Простите за такой бытовой комментарий. Но действительно страшно. Я думаю, что у многих такие же ощущения возникают. И вот смотрите, все новые издания, они появляются пониже. Поэтому мы здесь пролистываем и учебники, и подготовку ВПР и ЕГЭ. Но спускаемся ниже, ниже, ниже. И вот у нас появляются новые издания. Вот начиная с ЕГЭ 2022. И посмотрите, пожалуйста. Я, извините, вас перебью. Да-да-да, Анатолий Петрович. У вас что-то с экраном. Вы рассказываете, но мы не видим картинку. Да-да, спасибо, Артем. Сейчас попробую еще раз запустить. А, да, я вижу, что что-то там не то. Так, одну секунду. А вот так появилось? Боюсь, что пока нет у меня, по крайней мере. Так, коллеги, тогда, видимо, какой-то сбой происходит. Потому что у меня показывают, что идет демонстрация, но не происходит. Но давайте сделаем так. Не будем тратить время. У меня будет еще одно выступление. Я к этому времени надеюсь, что я смогу наладить технику. Самое главное, чтобы презентация была. Так, коллеги, у меня такое ощущение. Я вижу на презентации, что кто-то еще у нас запустил демонстрацию экрана свою. Причем это с айфона. Вот. И вот у меня, вот то, что я вижу, это кто-то пытается запустить. Так. Давайте посмотрим. А сейчас, коллеги? Появилось, не появилось? Да, сейчас все есть. Вот. Это кто-то просто нажал. Коллеги, большая просьба. Понимаете, что случайно с экрана, видимо, нажали на это дело. Но не запускайте свои материалы. Хорошо? Мы специально не стали ограничивать возможности для того, чтобы можно было пообщаться. Но просто, видимо, случайный сбой. Итак, коллеги, мы зашли на сайт Титул Онлайн. Я прошу прощения тогда еще буквально минутку. Посмотрите, пожалуйста. Мы на этот сайт заходим. Мы можем зайти, нажать на вход. Для того, чтобы залогиниться. Я уже зашел, поэтому у меня здесь написано выход. Нажимаете на все издания. У вас появляются вот эти вот издания. И посмотрите, пожалуйста. Вот вы видите, насколько дешевле, например, пособие по аудированию. Я про него буду еще пример показывать, когда мы будем говорить. Поэтому обратите просто внимание. И мы пролистаем вниз. И вот мы видим издания и другие по Олимпиадам. Совершенно не те цены, которые в магазинах, в печатных. Там, где продаются книги. Ну, посмотрите, вот как раз новые книги здесь у нас и появляются. Так, с одной секунды. Вот перед вами сейчас тот самый онлайн-ресурс, где книга методическая. Пусть вас не смущает надпись в разработке. Она автоматически появляется, к сожалению, когда материал бесплатный. Вы нажимаете на кнопку демо в этой ситуации. Вот она у вас появляется, карточка книги. Нажимаете на демо. И вот у вас книжка появилась. И вы можете листать. Вы можете переключить. Сделать так, что у вас будет только... У нас есть меню справа. Вы можете переключить на расклад, удобную для телефонов. Увеличивать размер экрана и так далее, и так далее. Можете искать прямо по словам, по ключевым. Можете закладки добавлять в книги. Если вам необходимо, можете убирать. Можете перейти к содержанию и по содержанию вот так вот проходить. То есть, на самом деле, материалов много. Можно вместить в экран так, чтобы она... Это если вы ее широко делали. Для книг с аудиоприложением нажимаете внизу на кнопочку, у вас появится аудио. Причем ровно к той странице, на которой есть. Ну, поскольку в этой книге аудиоприложения нет, то вот так вот будет. И все. И вы можете вот это вот листать. Ну и, как я уже говорил, остальные книги работают точно так же. Единственное, что если эта книга, например, у вас еще не приобретена по подписке, то вы можете либо оформить подписку электронную, либо, когда появится бумажная книга, ее можно будет купить. Вот. Ну что ж, коллеги, в общем-то, я показал новые ресурсы и возможности. Они у вас появятся. А сейчас у нас по программе выступления Дмитрия Владимировича Дрогайцева. Дмитрий Владимирович, я не вижу в списке участников, но у нас список большой. Да, добрый день, коллеги. Спасибо большое. Я здесь. Можно я поделюсь экраном? Коллеги, мой экран видно? Да, все хорошо видно, Дмитрий Владимирович. Да, спасибо большое. Я прошу прощения за технический сбой. На том гаджете, на котором я сейчас открыл эту презентацию, она совсем не такая красивая, как создавалась заранее. Здесь, к сожалению, не видно очень много фотографий, но тем не менее, я очень надеюсь, что это не помешает передать суть того, о чем хотелось бы рассказать. Итак, коллеги, разрешите вам рассказать об опыте подготовки детей к Всероссийской Олимпиаде школьников, к различным этапам Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку в областной гимназии имени Примакова. Я работаю в гимназии имени Примакова с 2019 года в качестве методиста и имею непосредственное отношение к СОЖ как главный тренер сборной команды СОЖ по английскому языку Московской области. Также, коллеги, я имею определенное отношение к ЕГЭ по английскому языку. Думаю, что с некоторыми из вас мы регулярно встречаемся на проверке, но сегодня мы говорим об Олимпиаде, а точнее о подготовке к СОЖ у нас в гимназии Примакова. Разрешите коротко рассказать о том, как структурирована презентация. Три части. Сначала буквально несколько слайдов о гимназии имени Примакова, потом о том, каким непосредственно образом у нас строится подготовка к школьному, муниципальному, региональному этапу. И потом у меня будет несколько слайдов, я бы сказал, самых практикоориентированных с источниками, с ресурсами, с инструментами, которые мы используем при подготовке наших детей к различным этапам СОЖ. Итак, коллеги, на слайде у нас таймлайн нашей гимназии, которая достаточно молодая, 2017 год. Соответственно, это тот год, когда гимназия была основана, и мы прошли достаточно много этапов развития, каждый из которых привнес что-то свое. Как мы с вами видим на слайде, в структуру гимназии у нас входит, естественно, кроме дошкольного отделения, естественно, кроме школьного отделения с первого по одиннадцатой класса, также у нас в структуру гимназии входит Alumni Association, образовательный центр «Взлет», а также IB, International Baccalaureate. Соответственно, в 2021 году мы вошли в мировой рейтинг, и в 2022, в прошлом году мы радовались открытию нашего филиала в Абудабе, и, соответственно, также в прошлом учебном году, точнее говоря, в июне, в июле мы очень радовались тому, что мы наконец-то открыли углубленку по английскому языку. Мы ее называем «Профиль» по английскому языку, и, соответственно, это дети, которые получают большое количество английского в виде примерно 10-14 часов английского каждую неделю, и, соответственно, мы вкладываем в этих детей все то, что можем в плане английского языка. Итак, коллеги, здесь у нас информация о численности контингента. В принципе, с одной стороны, не так мало у нас детей. В текущем учебном году у нас 1245 детей. Это вместе с дошкольным отделением, то есть вместе с детским садом. Соответственно, в следующем учебном году эту цифру мы планируем увеличить до 1578 детей. И мы говорим о том, что у нас в гимназии 10 сообществ. Как я уже говорил, это дошкольное отделение, школа с 1 по 11 класса, международный бакалавриат. Также у нас есть экстра-каррикюлар education department. Также у нас есть пансион, то есть у нас есть кампусы, в которых живут дети, обучающиеся в гимназии. Отдельная структура – это Примаков School Academy. Также у нас есть цифровая гимназия. Мы ее называем Digital Примаков School. Это дети, которые учатся онлайн и несколько раз в год они приезжают на очную сессию. Образовательный центр «Взлет» работает на всю Московскую область и проводит огромное количество профильных программ по работе с одаренными детьми. Различные олимпиады, кроме в СОЖ. Ну, наверное, не будем сейчас в это углубляться, потому что об этом тоже можно говорить очень-очень долго. О Баламной Ассоциэйшн и о нашем филиале в Абудабе я уже упомянул. И также хотелось бы рассказать очень коротко о наших ценностях. В качестве наших ценностей мы видим Respect, Global Mindset, Integrity, Excellence, Perseverance and Resilience. Ну и, коллеги, в верхней части слайда мы видим нашу миссию, так как мы ее понимаем. Это создание мотивирующей образовательной среды для воспитания лидеров, способных менять мир к лучшему. Это, коллеги, если очень-очень коротко о нашей гимназии, о гимназии Примакова. Теперь разрешите, пожалуйста, рассказать о том, как мы строим подготовку, олимпиадную подготовку детей. И, коллеги, обратите внимание, я сейчас не говорю о профиле по английскому. Я не говорю о углубленке по английскому, которая идет по отдельному учебному плану с большим количеством часов, чем другие дети. Я сейчас говорю о тех детях, которые не выбрали английский своим профилирующим предметом. И, на мой взгляд, отдельные элементы того, что мы увидим сейчас на следующих нескольких слайдах, вполне реализуемы в любых школах. Итак, у нас, естественно, есть олимпиадная подготовка во внеурочное время. Мы можем ее называть электив, можем называть ее доп, в смысле сокращения доп, дополнительные занятия. Туда дети попадают после отборочного тестирования. То есть мы не берем на эту олимпиадную дополнительную подготовку всех детей. Туда нужно попасть, написав хорошо отборочное тестирование. Эта дополнительная подготовка идет два часа в неделю, естественно, после уроков. Для некоторых групп эта доп. подготовка идет онлайн. И, в принципе, мы понимаем, что всем, и в первую очередь детям, это, вероятно, удобнее. Потому что дети, ну, скажем так, успевают немного отдохнуть после напряженного учебного дня. Успевают доехать домой, перекусить, может быть, даже немного отдохнуть, поспать. И после этого в 19.00 у них начинается дополнительная подготовка. Таким образом, эта дополнительная подготовка идет у девятых-одиннадцатых классов. Другие классы, то есть седьмые-восьмые классы, принимают участие в доп. подготовке после своих уроков. И обычно эта дополнительная подготовка идет в оффлайне, то есть в обычном очном, недистанционном режиме. Коллеги, на последней строке, на этом слайде мы видим, что дополнительная подготовка олимпиадной направленности у нас также интегрирована, инкорпорирована в уроки ESL и английского языка. Дело в том, что в гимназии Примакова работают носители английского языка и некоторые задания, я бы сказал, некоторые task types, мы просим носителей языка на регулярной основе с детьми выполнять таким образом, чтобы задействовать вот это время уроков ESL, в том числе и для работы над олимпиадной составляющей. Также, соответственно, схожим образом работа строится и на уроках английского языка, я имею в виду на тех уроках, которые ведут российские учителя английского языка. И, соответственно, каждую неделю определенная часть урочного времени отводится на решение именно олимпиадных заданий. Переходим, коллеги, к следующему слайду. Проф-программы для гимназии группа топов означает, что те дети, на которых мы, так сказать, делаем ставки, наши самые сильные дети по английскому языку, после того, естественно, как они в очередной раз прошли отборочное тестирование, у нас попадают на проф-программы с проживанием в кампусе. Что я имею в виду? Вот непосредственно позавчера, вчера и сегодня мы проводим такую проф-программу для гимназистов. И наши самые сильные дети по английскому языку, я имею в виду, вне зависимости от того, проживают они в кампусе или не проживают в кампусе, получили приглашение на эту программу. И большинство, абсолютное большинство детей, естественно, эти приглашения приняли. И позавчера утром они заехали в кампус. Это я имею в виду те, кто в кампусе не проживают. И, соответственно, позавчера, вчера, сегодня с ними мы проводили занятия, которые интенсивно напомнили детям, какие задания могут быть у нас на регионе. Все-таки регион уже у нас 6 и 7 февраля. Совсем немного времени осталось. И, коллеги, вот такие профпрограммы, мы их называем профпрограммы с проживанием, профпрограммы с проживанием в кампусе, мы проводим перед школьным этапом, перед муниципальным этапом, перед региональным этапом. Они длятся обычно 3 дня. Мы стараемся, чтобы это была пятница, суббота и воскресенье, для того, чтобы не захватывать другие уроки. И нас очень радует то, что дети соглашаются приехать и поработать над английским, в том числе и на субботу и воскресенье. И у нас действительно очень небольшой, незначительный процесс процента отказов. Отказы обычно связаны с плохим самочувствием, с какими-то отъездами и вот такими независимыми от детей факторами. И, коллеги, мы видим, что группа топов достаточно небольшая. В этот раз она у нас была 16 человек, иногда она бывает 10-12 человек, и это в основном 9-11 классы. Иногда, если мы видим звездочку, допустим, в 8 классе, мы, конечно, такую звездочку тоже приглашаем. Это были коллеги профпрограммы с проживанием. Но, естественно, наша подготовка олимпиадных детей не зацикливается вот только на этих топов и не ограничивается дополнительными занятиями, о которых я говорил. Она также проводится и для чуть более слабых детей, чуть менее успешных детей в английском языке, и для них мы проводим так называемые интенсивы. Мы их называем интенсивы без проживания. И, соответственно, 12 и 13 января, совсем недавно, мы проводили такой интенсив, и у нас было две группы детей. И, соответственно, вместо обычных уроков у них был интенсив, у них была интенсивная подготовка к региональному этапу. И схожие интенсивы мы, точно так же, как и профпрограммы с проживанием в кампусе, схожие интенсивы без проживания в кампусе мы проводим перед школьным, перед муниципальным, перед региональным этапами. Также, коллеги, у нас в Московской области есть проект, который называется «Взлет онлайн». Проект, естественно, организован образовательным центром «Взлет». И с сентября по февраль образовательный центр «Взлет» с помощью тренеров по нескольким предметам, в том числе которых есть, естественно, английский язык, проводят онлайн-занятия два раза в неделю. Занятия пользуются очень большой популярностью и, соответственно, большое количество школ нашего региона, Московской области, закупили доступ к взлету онлайн для того, чтобы дети, обучающиеся в этих школах, могли принимать участие в этих онлайн-занятиях. Коллеги, буквально несколько слов о пособиях, которые мы используем. Я бы сказал, что первое пособие «Key to Success» наверняка известно очень многим. И я надеюсь, что оно, в принципе, относительно доступно в магазинах. И оно содержит в себе олимпиадные задания прошлых лет в различных комбинациях и по типам заданий, и, соответственно, по тестам в виде таких своеобразных сборников заданий, из трех-четырех заданий. И, соответственно, там есть разноуровневые задания, которые мы, естественно, с детьми традиционно, регулярно берем. Английский язык, всероссийские олимпиады, серия «Пять колец». К сожалению, коллегия слабо доступна, достаточно тяжело ее найти. Повезло тем, у кого она есть. Но, как мы с вами понимаем, пособие для подготовки к международным стандартизованным тестам, неважно, хоть это кембриджские экзамены, хоть это IELTS, хоть это TOEFL, найти, естественно, возможно. И мы понимаем, что не все, но очень многие типы заданий в, например, кембриджских экзаменах совпадают с типами заданий в Олимпиаде. И, готовя детей, мы стараемся делать акцент именно вот на такие task types в кембриджских пособиях, которые встречаются в Олимпиаде. Но при этом мы, естественно, помним о том, что у нас нет ни спецификации, ни кодификатора, которые как-то регламентировали бы, жестко регламентировали бы виды заданий во ВСОЖ. И поэтому мы совсем не пугаемся таких ситуаций, когда мы из этих пособий, а может быть, из каких-то других пособий берем задания новых форматов, потому что, естественно, во-первых, детям интересны новые форматы, а во-вторых, мы понимаем, что, возможно, на, допустим, региональном этапе, а может быть, на заключительном этапе у нас будет какой-то новый формат. И чтобы дети понимали, что возможны новые форматы, мы стараемся не ограничивать, а не жестко ограничивать количество форматов при подготовке. Коллеги, под номером 4, я думаю, всем известны нам серии, которые у нас разделяются по уровням. И, соответственно, здесь есть такие серии, которые действительно необходимы в Олимпиаде. Я бы сказал, и фразовые глаголы у нас постоянно в Олимпиаде, и идиомы у нас постоянно в Олимпиаде, и другие моменты из пункта 4 у нас тоже постоянно в Олимпиаде. Также, коллеги, есть очень хорошая серия Check Your English Vocabulary, и мы видим в пункте 5, что она, так сказать, распадается. Она распадается, эта серия распадается на Check Your English Vocabulary for FCE. Ну, это для тех, кто, допустим, в 7, 8, 9 классах. Также, естественно, есть Check Your English Vocabulary for TOEFL, IELTS, Academic English. Я бы не сказал, что там сложные задания, но это такие задания, которые позволяют детям набить руку и в том числе позволяют увидеть разнообразие видов заданий. Под цифрами 6 и 8, коллеги, у нас страноведческие пособия, которые мы используем, скажем так, посредством самоизучения. Стараемся составлять по ним викторины, таким образом, чтобы у детей был стимул для того, чтобы эти пособия, эти книги читать. Я имею в виду Unillustrated History of Britain и USA History in Brief. Книги, коллеги, кстати, доступны, их можно легко найти в интернете. Также, коллеги, наверняка многим известно The Lighter Side of TOEFL – тоже очень интересный сборник различных видов заданий. Возможно, не абсолютно все задания применимы в процессе олимпиадной подготовки, но они, так сказать, позволяют break the monopony of a lesson. И, коллеги, конечно, под цифрой 10 мы видим Graded Readers, мы четко понимаем, что олимпиадную подготовку нельзя, не нужно сводить только к, допустим, олимпиадным форматам или, допустим, и добавлять какие-то новые форматы. Естественно, детям мы стараемся показать, что есть интересные английские книги, интересная художественная литература на английском языке. Кто-то предпочитает читать в оригинале, кто-то предпочитает читать, допустим, уровень Advanced. Но мы стараемся вот этот момент, я имею в виду Graded Readers, продвигать так, чтобы у нас дети читали. Коллеги, на слайде у нас инструменты и ресурсы, которые мы используем. Я думаю, многим из нас знакомы такие ресурсы, как Mira, это онлайн-доска, Quizlet, MyQuiz, вот как раз-таки MyQuiz.ru мы используем для составления викторин, BlueKit.com, JimKit.com тоже у нас доступны. Соответственно, для составления кроссвордов, мы знаем, что кроссворды у нас в Use of English очень популярны, мы используем эти ресурсы, хотя, конечно, возможны и другие ресурсы тоже. Past PayPers, задания прошлых лет у нас, коллеги, например, доступны на сайте Олимпиадного центра взлет. Также, естественно, коллеги, хотелось бы упомянуть отличные ресурсы Olympiada.ru, федеральный ресурс, наверное, все мы о нем слышали, и VosOlimpiada.ru, соответственно, московский ресурс, тоже очень много всего полезного, можно и нужно там найти. Также, коллеги, если отвлечься от Олимпиадных заданий, отличный ресурс LyricsTraining.com, который тоже позволяет Break the Monotony of a Lesson. Думаю, коллеги, все мы знаем CambridgeEnglish.org, TED.com, ESL-Lab.com, это подкасты, но и, соответственно, ресурсы British Council, тоже, наверное, коллеги всем нам известны. Ресурс под номером 15, а у нас коллеги представляют собой коротенькие викторины о истории культуры Соединенного Королевства. Соответственно, ресурс 16 позволяет нам проверять райтинги, но мы понимаем, что одного его недостаточно, нужно еще и учителю проверять райтинги. И, я думаю, коллеги, под номером 17, 18, last but not least, многим, если не всем, известны ресурсы Артема Петровича Голова, который сегодня тоже выступает на нашей конференции. Соответственно, это паблик на VK и сайт Артема Петровича Голова, на котором доступны задания региона и, соответственно, задания заключительного этапа. Коллеги, на всякий случай вот мои контакты. Буду рад ответить на какие-то вопросы потом, после конференции, если вдруг кто-то их сейчас не может задать. и большое спасибо за внимание. Витя Иванович, спасибо большое. Коллеги, вы видели адрес электронной почты, поэтому не стесняйтесь, если вопросы возникают, задавайте, потому что это действительно великолепная возможность узнать информацию с первых рук, получить и прикоснуться к таким образовательным организациям, до которых обычно трудно очень дотянуться, потому что все прекрасно знают лучшие российские школы. Это и школа Летова, это и гимназия Примакова. Они все настолько на слуху, что, наверное, нет ни одного преподавателя в России, который не слышал бы о них. И здесь вы бы смогли заглянуть внутрь, как раз, вот как вы пишете, коллеги, что спасибо, очень интересно. Ну что ж, спасибо огромное. Мы с вами сейчас увидели, как строится подготовка. Спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Коллеги, вот мы с вами сейчас увидели, как строится подготовка у школы, у гимназии, у которой много ресурсов, у которой есть преподаватели-иностранцы, в которых работают специалисты, которые непосредственно отношение имеют и к Олимпиадам, и к ЕГЭ и так далее. Давайте мы с вами попробуем сейчас поговорить о том, что делать тем ученикам и тем преподавателям, которые не имеют доступа к таким ресурсам, но, тем не менее, тоже имеют талантливых учеников, имеют способности и хотели бы готовить. Я, с вашего позволения, расскажу сейчас о том, как можно изучать лингву-страноведческий материал и готовить к части Йос-Адэнглси, Российская Олимпиада Школьников. И я здесь, конечно же, покажу некоторые ресурсы бесплатные в основном, но кроме этих ресурсов я бы хотел бы сфокусироваться на умениях, которые необходимо развивать, потому что, к сожалению, лингву-страноведческий материал в Олимпиадах чаще всего является причиной сбоев, просто потому, что материалы приходятся, вернее, материалы попадаются такие, с которыми просто современные школьники могут быть незнакомы. И это не только фоновые знания по книгам, по каким-то деятелям историческим, но и то, как эти задания сформулированы. Например, год назад на региональном этапе как раз были предложены ученикам задания, в которых нужно было соотнести слова иностранного происхождения, которые в английском языке используются, с их значениями. И слова были совершенно разной частотности. То есть, например, были такие выражения, как «комлауды», мы с вами знаем, с отличием «получить диплом». Это довольно частотное выражение, но используют широко, его понимают. И были, например, узкие значения, которые используются в основном в кругу стендап-комериенс. Например, «штег», то есть это вот как фишка переводится, у него фишка вот такая-то. Причем, если вы просто попробуете сравнить по частотности, например, через Google Ngram по использованию этих слов, то частотность отличается в десятки раз. То есть попадаются малочастотные слова. Как здесь быть? Понятно, что мы не можем рассчитывать на то, что у нас ученики, находясь вне языковой среды, будут иметь такие же знания, как, например, люди, которые попадают в эту среду. Правда же? Что здесь можно сделать? Как искать материалы? На что обратить внимание? Давайте мы с вами об этом поговорим. Итак, как я уже говорил, сложность «use of English» именно в лингво-страноведческой части заключается в том, что тема непредсказуема. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, по олимпиадам по немецкому языку тему публикуют. То есть заранее ученики знают и преподаватели, какая тема будет в этом году. И они понимают, к чему готовятся. И это очень сильно облегчает жизнь. По английскому языку темы охраняются самым строжайшим образом. Поэтому получается, что тема непредсказуема. Материалы охватывают огромное количество тем. Например, только в последние годы были и такие темы, как «Великие путешественники», и «Знаменитые замки и крепости», и «Ключевые исторические события», и «Литературные произведения» и их авторы, и «Имена и цвета». Например, какие слова используются как название цвета и как имя. Например, «Вайлетт» и «Женское имя и цвет». Правда же? И «Штаты», и их «Столица» и «Прозвище». И, как я уже говорил, редкие слова иностранного происхождения, которое в английском языке. То есть поток информации огромный. Причем, если мы с вами посмотрим на этот список, он формально не выходит за пределы примерной программы. Потому что ведь действительно там это попадает в рамку и культуры, и литературы стран изучаемого языка и так далее, и так далее. Но, тем не менее, если мы с вами проанализируем, и вы, кстати, можете прочитать в книге Артема Петровича в методическом пособии анализ заданий прошлых лет, то мы увидим, что можно выделить совершенно четко основные направления. В основном это истории, ключевые даты, это география, основные факты, это знаменитые люди, это знаменитые места, а также идиомы, поговорки, постовицы и устойчивые словосочетания. То есть, в принципе, если проанализировать вот так все, становится более-менее понятным. Непонятным остается второй вопрос. А где же нам брать информацию? Потому что, к сожалению, уровень фоновых знаний учеников, он известен. Нам так долго говорили о том, что да неважно, как вы эти знания запомните, главное, уметь их быстро найти, что мы в это поверили, к сожалению. Но, когда я говорю мы, я здесь имею в виду, скорее, даже наших с вами учеников, потому что мы с вами прекрасно знаем, что для того, чтобы что-то искать, надо иметь базу. Никакой поиск не получится, если этот поиск находится на пустом месте. Надо знать, что искать. Для этого надо уже фоновые знания какие-то имеют ученики. К сожалению, этому часто не верят и не понимают этого. Более того, сейчас одна из больших-больших проблем в широком обществе, вот опять, как искажаются идеи. Была хорошая идея того, что мнение каждого человека ценно. Но ее очень подменили в последние годы, когда стали говорить о том, что мнение каждого человека одинаково ценно. Об этом говорят, конечно, не ученые, конечно, не преподаватели. И это вот такой консенсус в интернете сложился. Более того, сейчас происходит третий шаг, когда говорят, что мнение человека гораздо более ценно, чем мнение специалиста, потому что специалисты могут вступать в заговоры и об этом в интернете часто пишут и в ТикТоке ролики снимают и прочее. В общем, чего только не придумают. Когда начинаешь спрашивать, какой смысл в этом заговоре, зачем он там должен быть, объяснить ничего не могут. Но говорят, я так считаю, и мне все равно, что вы там специалисты или прочее. Вот поэтому, как же нам с вами быть? Как нам вот эти фоновые знания учеников вытягивать на уровень, который нужен для Олимпиады, при условии, что у нас с вами, к сожалению, ограничено очень количество часов. То есть вопрос возникает, как же нам выбрать содержание обучения и как нам организовать обучение, особенно, когда ученики плохо запоминают факты. Давайте мы на это посмотрим. Где взять, например, быстро повторить географию и историю США и Великобритании? В США есть такой тест, который называется Civic Test. В Великобритании, то, как показал Дмитрий Владимирович, тест есть подобный же, который называется Life and the UK Test. Конечно, нам не все части этого теста нужны, потому что это тест, который помогает проверить знания людей, которым требуется вид на жительство. Но тем не менее, в этих тестах ключевая информация по истории, по выдающимся людям содержится. Нам не надо искать в быстро изменяющемся мире какие-то вещи, потому что, посмотрите, вот не стал Елизавета II в сентябре 2022 года, и абсолютное большинство учебников фактически устарели, просто потому, что практически в любом учебнике английского языка вы найдете информацию об английской королеве. Правда же? И везде пришлось вносить правки. А здесь на сайтах информация меняется быстрее. Плюс в интересной форме исторические события поданы в книгах и в сериале, и есть еще мультипликационная версия этого сериала, которая называется Horrible Histories. Автор британский писатель и историк Терри Дейри, у него более 200 книг. Посмотрите, пожалуйста, у нас нет времени сейчас смотреть на эти моменты, но посмотрите, вы найдете прямо на YouTube отдельные отрывки из этого сериала, и они абсолютно исторически точны и очень интересны в форме материала показывают. Вот в презентации ссылки на те же самые тесты Life and the UK tests, там кроме самих тестов, есть еще и к ним путеводитель, справочник, Guide, Starry Guide, где эта информация дается в сжатой форме, и мы можем с вами это использовать. Каким образом мы можем использовать? Мы можем сделать свои тренировочные задания. Вот посмотрите, пожалуйста, вот как выглядит этот Starry Guide. Нам из этого, конечно, не все главы нужны. Первая нам не нужна глава ценности Великобритании, вторая глава может быть там краткое описание Великобритании, а вот третья глава Anonymous Lustrous History и четвертая Modern Thriving Society. Они, конечно, нам очень важны, потому что здесь говорится о традиции, о спорте, об искусстве и так далее. Здесь очень много людей, о которых говорится, о которых мы с вами, в общем-то, не очень знаем, потому что они стали знаменитыми в последние годы, либо они стали, либо они являются частью культурного пространства Великобритании, у нас они не фигурируют, нас в этом просто не учили. Вот можем здесь узнать как раз. И посмотрите, как можно делать задания. Элементарно, берете из этого Starry Guide персонажей, исторических, берете описание, немножечко упрощаете эти описания, чуть-чуть покороче, и предлагаете детям соотнести. Вот уже получилось тренировочное задание таким образом. Причем, посмотрите, мы с вами прекрасно знаем и Томаса Гейнсбери, и Тернера, и Констабла, а вот про Дэвида Аллана, который очень знаменит в Великобритании, мы знаем меньше. Он как-то менее на слуху, правда же. А общество, вот эта группа художников прерафаэлитов, интереснейшая группа 19 века, у нас в России про них знают те, кто увлекается искусством, а в учебниках об этом, как правило, говорится меньше гораздо. Очень интересная вещь на самом деле, там можно и самим узнать. А вот как этот момент выглядит в самом Starry Guide к этому тесту, когда мы просто берем информацию и разбиваем ее так, как нужно нам. И мы видим, что здесь персонажей как раз гораздо больше, потому что мы видим здесь и 20 века, вот вплоть до того, до Люсиэна Фрейда, который, кстати, знаменитый портрет королевы написал, и многих-многих других художников. Про США тоже есть подобный тест. Этот тест называется CIVX, и он чем хорош, этот тест интерактивный, к нему абсолютно много бесплатных версий, которые можно использовать, и мы можем тренироваться. Вот как выглядит этот тест, например. У нас есть вопрос What territory did the United States buy from France in 1803? И мы здесь можем помочь ученикам запоминать информацию, то есть не просто пытаться ее зазубрить каким-то образом, потому что все, что они зазубривают, они довольно быстро, да и мы тоже забываем, правда же? А здесь, посмотрите, мы можем помочь ученикам поанализировать эту информацию, то есть, например, посмотреть на название и сказать, какие из этих названий, скорее всего, восходят к французскому языку, например, по написанию, правда же? И Аляска, и Гавайи отпадают, остается Квебек и территория Луизианы. А затем мы уже помогаем ученикам вспомнить, что Квебек находится в Канаде, а Луизиана это не канадская территория, правда же? То есть, достаточно знать Квебек и можно все равно выделить путем такого нехитрого анализа здесь правильный ответ. Естественно, как только ученики ответили, они увидят ответ правильный или неправильный. А к этому тесту есть свой старый гайд и мы видим, как здесь сжато преподносится вот эта вот информация. То есть, эту информацию удобно превращать в тренировочные карточки, прямо вот брать ее в готовом виде и отрабатывать. К карточкам можно вопросы дополнительные брать либо просто использовать эти вопросы для самоподготовки. Вполне прекрасно работает. Что еще может быть? Как работать? Так, чтобы ученики запомнили. Мы можем взять, например, биографии знаменитостей. Конечно, вот на этих двух сайтах, которые я показал, там их не так много, потому что там только-только основные именно берутся. Мы можем взять биографии знаменитостей больше. Это, например, такие сайты, как Biography Online, Biography.com. Это книги серии Dead Famous. Если вам повезло, и у вас эти книги есть, либо если вы где-то захотите найти. И посмотрите, как мы можем работать. Зашли на сайт biographyonline.net. Вот у нас краткая информация про этих персонажей. Имя, дата правления, очень короткая информация. И мы выбираем тех, которые нам потребуются. Как нам выбрать? Ну, во-первых, нам здесь могут помочь разного рода тесты. Не тесты, прошу прощения, а опросы. В Великобритании проводятся такие опросы регулярно, кого вы назовете самыми великими британцами. И вот результаты The Greatest Britons. И это прямо раздел на Biography Online. И можем зайти в Википедию и найти как раз результаты этого опроса 100 Greatest Britons. То же самое есть The Greatest Americans. И там, кстати, довольно интересные имена, которые мы с вами не ожидали бы. Может быть, что люди их отнесли к Greatest Americans. Уважаемые коллеги, у кого-то, видимо, микрофон включился. Если можно, проверьте, пожалуйста, выключите, а то фоновые шумы идут. Хорошо? Да, спасибо большое. Итак, посмотрим дальше. Точно так же, естественно, невозможно, не читая литературы, набрать какие-то фоновые знания. Мы можем посмотреть на списке Top Best Novels, например, список газеты Guardian, 100 лучших романов. Мы можем взять The Best Teen Novels, и более современные списки появляются, потому что, то, что я привел, это уже устаревшие 10 лет прошло, с тех пор новые произведения появились. И есть замечательный сайт The Greatest Books. Чем эти сайты удобны, там есть рецензии, потому что очень часто в заданиях требуется просто хотя бы иметь некоторое представление о литературных произведениях. И я не зря тогда специально подчеркнул, когда открывал нашу с вами сегодняшнюю конференцию, что, например, в пособии для начальной школы, для Олимпиады добавлено как раз задание на письменную речь, основанной на художественных произведениях, потому что потом, позже, когда ученики дорастут до 9-11 класса, вот там им это очень-очень знание потребуется в Олимпиаде. У меня одна ученица стала призером регионального этапа, но не смогла пройти на заключительный этап как раз по этой самой причине. Там надо было соотнести книги и персонажей, и она не смогла, потому что она говорит, ну, я не очень книжки читаю. Действительно, современные дети, к сожалению, информацию больше через видео воспринимают, потому что это удобнее, а книги там анализировать надо. Все это ведет к тому, что умения анализа немножечко снижаются. Поэтому у нас возникает самый главный вопрос. Ну, хорошо, мы знаем, где брать материалы. У нас есть, например, пособие Артема Петровича, лингвист-страноведение, вот про эти задания, тоже готовые тренировочные материалы есть. Но что мы, как учителя, можем сделать для того, чтобы ученики наши с вами запоминали большой объем информации? Позвольте вам показать несколько методических приемов, которые помогут тренировку, направленную на память, превратить в нечто более запоминающееся и, может быть, более интересное. Какие могут быть задания? Во-первых, тренируем умения анализа. Берем, например, две биографии и смешиваем абзацы из них. И предлагаем ученикам рассортировать их. Точно так же можем поступить с описаниями разных городов, замков, исторических событий и так далее, и так далее. Можем сделать по-другому. Берем текст про какое-то историческое событие, убираем оттуда почти все даты, оставляем, например, начало, конец, что-то в серединке, если там дата много в этом тексте упоминается. Вот даже просто из Википедии взяли и можно использовать. Хотя я бы посоветовал брать не из основной Википедии, а есть такая вещь, как Simple English Википедия. Там специальные статьи более простые написаны. Итак, взяли вот эти материалы, выбрали оттуда, вынесли оттуда даты в боксик, в рамочку, и предлагаете ученикам, и несколько оставив в качестве опоры, и предлагаете ученикам прочитать текст и попытаться из этой рамочки даты вставить в пробелы. Им потребуется анализировать текст, понимать, что раньше произошло, что одновременно, что предшествовало, чему, опираясь на систему времен, например, там, паспорт, еще какие-то вещи, на вводную лексику и прочее. И когда вот такой анализ идет, мы не ставим задачи запомнить эту информацию, мы просто предлагаем выполнить задание, а ученики ее запоминают, потому что им пришлось проанализировать. Можно давать задание на то, чтобы соотнести события и места. Можно посмотреть видео, есть замечательные видеоканалы, вот, кстати, на сайте, на форуме englishteachers.ru у нас тема есть, мы ее давно не пополняли, но я там очень много приводил ссылок на каналы в YouTube, это Historic Videos. Причем там, посмотрите, там есть и видео об истории, ссылки прямые на каналы, на интересные. Там есть видеозаписи выступлений, например, Артура Хоном Дойла, Киплинга и прочее. То есть, представляете, вот таких людей, о которых мы не просто говорим, а можно послушать их, как они выступали и посмотреть это видео. Вот такие моменты. И, например, если мы берем какое-то историческое видео, мы можем предложить ученикам к этим видео самостоятельно создать timeline, просто на листе бумаги, и разметить там даты для того, чтобы это было понятно. Либо мы можем попросить почитать рассказ и заполнить профили персонажей. То есть, делаем некий факт-файл, подобно тому, как существуют факт-файл к местам, к материалам на заданиях устной части, на говорение. Вот пример того, как можно поработать, сделать задание на сортировку текста. Здесь две биографии. Двух великих британских писателей, Джей Ностин и Эмили Бранте. У нас есть даты. Некоторые я, опять же, упростил немножечко материалы с сайта biography.com и здесь, конечно, детям какие-то начальные знания нужны, но достаточно, например, вспомнить имя Кассандра и сразу помнить, что это Джей Ностин. Поэтому, если вы просто немножечко поговорили о Джей Ностин на уроке и потом предложили вот такое задание на дом, то дети его выполнят довольно легко. Вот такие вот моменты. Либо посмотрите. Номер два. She was the fifth of six children including Anne and Charlotte who both became writers as well. И все, и понятно. Anne Бранте, Charlotte Бранте, Эмли Бранте. То есть здесь везде есть опоры, которые позволяют это сделать, выполнить задание. Что еще мы можем сделать? Можно предлагать ученикам переработать информацию в другой формат из текста. То есть мы им даем текст один, ничего мы с вами с ним не делаем, а работают ученики. Например, мы им предлагаем прочитать тексты и создать флеш-карточки, на которые они выпишут ключевые даты и ключевые фразы. То есть карточки, которые им помогут это вспомнить. А затем они этим карточком обвиниваются и на основе этих карточек, используя их как опору, рассказывают то, о чем был этот текст. Мы можем вам предложить создать демотиватор. Ученики это любят сейчас делать. Можем создать, например, комикс для того, чтобы иллюстрировали жизнь какого-то персонажа. Можно эти комиксы создавать, например, мне очень нравится сайт storyboard.com. Он бесплатный, там можно небольшой комикс-триб создать бесплатно, а потом, если нам надо продолжить, мы просто будем новые и новые заводить, а те вещи сохранять. Но есть и другие сайты, которые позволяют комикс создавать. Можно предложить ученикам создать фейковую страницу в социальной сети, причем это именно рабочий инструмент тренировочный. Есть такой чудесный сайт class-tools.net, и там есть раздел, который называется fakebook. Причем чем там удобно? Как только вы вводите имя исторического персонажа, там автоматически появляется либо фото, либо исторический портрет. Вы вводите персонажей, которые жили в то же время и которые будут у нас фигурировать, тоже появляются их портреты. А затем ровно так же, как, например, на том же самом в Facebook, во Вконтакте, где угодно, в любой социальной сети. Можно от имени этих персонажей писать посты, можно от имени других персонажей комментировать, то есть можно взять и попытаться превратить биографию исторического лица в то, как она выглядела бы, если бы это историческое лицо вело страницу в социальных сетях. То есть получается интересный творческий проект. Его можно делать и как короткий проект, можно как длительный и устроить даже выставку таких проектов. Поэтому можно с этим поработать, посмотреть, если вам будет интересно. Ну и также мы можем информацию социокультурного плана получать из самых разных источников, даже там, где нам может и не приходить в голову, что она работает вот именно таким образом. Например, есть пособие Артема Петровича Гулова. Опять же, почему я все время говорю про Артема Петровича? Просто потому, что практически нет других российских авторов, которые писали бы материал для подготовки к Олимпиадам. То, что вы видите других авторов, то, что упоминалось это издание, которое вышло относительно давно, оно небольшое, и на весь цикл подготовки его не хватит. Поэтому оно и было перечислено как одно из многих. Поэтому берете, например, пособие по Олимпиадам части аудирования и посмотрите, как это выглядит. Вы можете потом зайти на сайт титула онлайн и посмотреть. И вот как это выглядит. Здесь идет задание про Шекспира. Но задание дается в виде лекции, где рассказывается как раз про жизнь Шекспира, про его пьесы, про его семью и так далее, и так далее, и так далее. И пока ученики выполняют это задание, они как раз и знакомятся с важнейшими ключевыми событиями из жизни Шекспира и могут какие-то из этих моментов запоминать. Причем, посмотрите, есть вот такие непростые задания на самом деле, которые помогают предостеречь учеников от таких подводных камней. Дело в том, что иногда ученики делают выводы на основе имеющихся у них знаний вместо того, чтобы дослушать текст. Посмотрите, пожалуйста, вот такое важное задание, такая формулировка. According to the lecture, which of the following is a comedy? Мы с вами знаем, что здесь среди вот этих вот вариантов несколько комедий есть, но в лекции упоминается только одна комедия. Поэтому просто так отвечать вслепую здесь не поможет. Надо обязательно послушать и услышать, что приводится в лекции в качестве примера комедии. Ученики пропускают в нем ушей очень часто вот этот кусочек задания according to the lecture и говорят, ой, я знаю, и отмечают то, что получается. И чаще всего им не везет, потому что они попадают в неправильный ответ, вернее, в ответ, который не будет считаться правильным, потому что он не упомянут в лекции. Ну, невнимательное чтение задания это, конечно, проблема и на Олимпиадах, и на ЕГЭ, как мы с вами знаем, да, и много никаких экзаменов. То же самое, посмотрите, вот эта вот информация из задания номер 10, здесь почти все ответы верные на самом деле. Правда же? Потому что First Follow был действительно опубликован после смерти Шекспира. Он, конечно, не на латыни не был написан, это неверный ответ. Да, он быстро стал распространяться в Великобритании, в Англии, стал популярным, и взлет произошел очередной творчество Шекспира. И вот это вот Подли, это взлетно коллаборация с Other Playwrights, здесь шекспироведы как раз и могут сказать, что несколько ранних пьес Шекспира, они были написаны в сотрудничестве с другими авторами. Это Этит Андроник и еще несколько. И они, естественно, вошли в First Follow. Поэтому частично этот ответ может быть правдой. Но, тем не менее, для того, чтобы ответить на это задание и выполнить его правильно, необходимо именно слушать то, что говорилось в лекции. То есть, посмотрите, вроде бы все просто, но сколько информации интересной можно получить об этом. Что еще можно делать для того, чтобы ученики запоминали информацию? Вместо того, чтобы вместо того, чтобы ученики просто искали где-то ответы, соотносили в этом задании, например, да, тем надо, пусть они сами соотносят. Монархов британских и особенности этих монархов. Это как раз пример одного из заданий и способий серии LMP Builder. Что можно предложить ученикам? Превратить это в соревнование. Используем подход обучения в сотрудничестве, распределяем учеников на несколько микрогрупп, и ученики пытаются выполнить это задание. За каждый правильный ответ они получают один балл. При этом, посмотрите, пожалуйста, мы специально им даем меньше времени, чем реально потребуется на выполнение этого задания. Зачем так коварно мы поступаем? Затем, что мы говорим ученикам, но если они в компьютерном, например, классе имеют доступ в интернет, пожалуйста, вы можете искать информацию для того, чтобы они поняли, что выполнение этого задания, оно очень сильно зависит от того, насколько они в состоянии работать в команде. То есть, если они быстро распределяют и решают кто из них ищет ответ на какое задание, то они успеют много баллов набрать. Если они не успевают распределить, им это в голову не приходит, каждый пытается делать сам по себе, то никакой тогда team building activity не получится, и конкурс они тоже, скорее всего, не выигрывают. Причем, более того, если в микрогруппу попался слабый ученик, мы ему говорим you are going to be the secretary. Your task is to write down the correct answers. Вот такие вот варианты могут работать. Что еще может сработать для того, чтобы ученики заполнили идиомы. Но идиомы чем хороши? Это тем, что идиома – это образ. За ней всегда стоит какой-то образ, который вот таким образом зашифровывается. Мы предлагаем ученикам расшифровать перефразированные идиомы. Например, посмотрите. A fowl grasping and held has a value twice that of the same type of fowl hiding in shrubbery. Или, например, similar to an adult male of the species boss taurus residing in a marketplace specializing in oriental pottery. И это все работа на перефраз, потому что a fowl – это bird. Grasping and held – это in hand. The has a value twice that is worth two of the. Конечно, ученикам сначала будет трудно, поэтому мы им предлагаем, например, опоры. Начало этой поговорки. Для того, чтобы они вспомнили. A bird in the hand, а вот дальше уже получается is worth two as a value twice that of the same type of fowl of a bird hiding shrubbery in the bush. И все, и у нас получилось. Similar to an adult male of the species boss taurus – это like a bull. Ну и residing in a marketplace – это shop, да? In a. И что такое specialized in oriental pottery? Как еще фарфор называется? China. Like a bull in a china shop. И опять же у нас получается, даже если ученики эти идиомы не знали, они таким образом смогут их узнать. Но я надеюсь, что все-таки есть в классе хорошо подготовленные дети, которые смогут вспомнить, пусть даже с нашей помощью. Где взять такого рода идиомы? Вы можете списки взять на замечательном сайте funtrivia.com. Там есть уже такие идиомы созданные, перефразированные. И какие-то мы можем просто взять и перефразировать самостоятельно. Вот у нас тоже получается опора. Если задание пошло, хорошо, если работает, можем их тоже использовать. Но, коллеги, я бы хотел подвести итог своему выступлению, потому что мы уже подходим к моменту выступления Артема Петровича. И мы очень благодарны вам за то, что в воскресенье пришли послушать конференцию. Мы видим, что вот у нас 238 человек нас сейчас слушают. Это очень хорошее количество в наши времена, когда мы все измучены большим количеством вебинаров и конференций онлайн. Но, тем не менее, я хотел бы вот к какому выводу подвести нас всех. Дело в том, что рингвистарновический материал, конечно же, бессистемно изучать невозможно и бессмысленно. Как только факты становятся разрозненными, как только они не объединяются в единую систему, они легко забываются. Поэтому усвоение рингвистарновического материала очень сильно зависит от того, насколько мы сможем погрузить ученика и в среду изучаемого языка, и в культуру самое главное. Обратите внимание, погрузить в культуру не означает заставить ученика проникнуть с этой культурой. Это просто знакомство. И для создания такой среды, помимо упражнений, конечно, нужен план аналитического чтения. Какую художественную литературу буду читать я тут ровно, то я повторяю, что говорил Дмитрий Владимирович. Это должен быть план просмотра видео, потому что, ну, нет у нас с вами такого количества часов на уроках, правда же, чтобы всю эту информацию дать ученикам, надо делать самостоятельно. И это должен быть план чтения онлайн-новостей на английском языке, чтобы знакомиться с современным языком и вот те самые частотные слова узнавать. И вот эта вот полученная информация отрабатывается в таких упражнениях, которые позволяют привыкнуть к формату заданий Всероссийской Олимпиады школьников. И тогда все это начинает потихонечку становиться на свои места, и ученики, как минимум, уже говорю по своему опыту, ученики могут занять призовые места, например, хотя бы на региональном этапе, что уже очень-очень неплохо. Это уже дает льготы в БУЗе при поступлении. А может быть, даст Бог, и пройдут заключительный этап и смогут добиться результатов. Ну что ж, коллеги, если есть какие-то вопросы и комментарии, я вижу, есть комментарии, я прочитаю. Вот коллеги пишут, что много ценной информации, спасибо за конкретные советы. Какие видео посмотреть, какие новости почитать. Но, коллеги, новости я бы сделал бы так. Насчет видео у нас есть целый список на сайте EnglishTeachers.ru на форуме. Посмотрите, пожалуйста, прямо введите слово видео в поиск, и вы найдете эти темы, которые связаны. Там хорошие каналы, исторические каналы, социокультурные каналы на YouTube, которые можно посмотреть. Что еще может быть? Коллеги пишут, спасибо организаторам. Коллеги, мы еще тайны не очень приоткрыли. Дождитесь выступление сейчас Артема Петровича, у которого из нас из всех самый знаменательный опыт подготовки именно победителей. Вот таких вот. И давайте так, пока Артем Петрович будет выступать, я вам прямо дам ссылки на вот эти темы и списки видео на форуме EnglishTeachers. Я в чат пришлю, хорошо, чтобы сейчас не тратить время. Вот коллеги пишут, много чего взяли в копилку. Так что попробуем вот так вот сделать. Насчет новостей, есть много сайтов с новостями. Сейчас ведь с новостями вы сами знаете, к сожалению, бывают такие новости, которые откровенно неправдивы. Я, например, иногда просто машу рукой на какие-то новости, потому что их начинаешь читать и понимаешь, что их читать невозможно. Это не новости, это, к сожалению, формирование мнения определенного. И это не фактическая информация. Но есть такие сайты, как, например, News and Levels, в которых новости общекультурного, общечеловеческого плана есть. Есть сайты, например, я думаю, что коллеги могут тоже поделиться такими сайтами, где новости обработанные, они упрощенные. И там нет вот этих вот новостей, которые можно интерпретировать неверно и, к сожалению, исказить совершенно реальную картину жизненную. Вот, поэтому попробуем вот так вот сделать. Хорошо? И, как я говорил, я ссылки на списки каналов, видео, я вам сейчас пришлю, пока будет выступать Артем Петрович. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые коллеги. А я передаю слово нашему самому главному выступающему, человеку, который подготовил много абсолютных победителей Олимпиады. Я не знаю, есть у нас в России еще кто-то, кто столько подготовил за все эти годы автору серии пособий. И ты, ты, человеку, который много лет был тренером команды Москвы. Но я думаю, что вы все уже слышали, все уже знаете, поэтому, Артем Петрович, вам слово. Алексей Васильевич, благодарю за такой интродакшн. Я с интересом слушал вашу презентацию, нашел для себя много чего нового, на самом деле, по крайней мере, в плане методики. Коллеги, ну, мы приступаем к моему выступлению. Прежде всего, вы видите, мне бы хотелось сразу предвосхитить вопросы, связанные, а будет ли моя презентация в доступе. Да, она уже в чатике, если кому-то интересно, вы можете ее скачать, ну, может быть, сейчас, может быть, потом. В любом случае, вам точно не нужно лихорадочно делать скриншоты, фотографировать и так далее. Итак, коллеги, сегодня наша идея, нашей сегодняшней встречи родилась из того простого факта, что наконец-то издательство «Титул» и Алексей Васильевич Канабеев выпускают в большую жизнь несколько обновлений, пособий и именно об этом мне бы и сегодня хотелось продолжить рассказывать. Алексей Васильевич сегодня уже сделал анонсик новых книг и самое, наверное, важное из всех этих пособий это обновление «Listening and Reading». Коллеги, у нас было две тоненькие книжечки и были некоторые нарекания, была критика, опять-таки я слышал много отзывов, что книжки есть, но их нельзя купить, потому что их просто нет в магазинах и у нас родилась идея, соответственно, прежде всего обновить эти пособия и наконец запустить их на электронной платформе и самое главное мы очень хотели успеть это сделать до регионального этапа, чтобы коллеги могли еще поработать с ними немного. Это абсолютно новые задания и вы это поймете по тем текстам, на которых базируется в общем-то часть заданий, например, там есть текст про эпоху ушедшей от нас королевы, то есть именно эпоха, то есть это уже новый текст, кроме того одно задание было написано которое посвящалось футбольному чемпионату, который недавно закончился и по иронии судьбы это был текст про единственный матч, который Аргентина проиграла Саудовской Аравии, после этого все знают, что Аргентина стала чемпионом, но тем менее в пособии остался текст задания именно по той игре, которую Великий Месси проиграл. Ну что, коллеги, давайте перейдем собственно к презентации. На слайде вы видите то, что я действительно несколько лет был тренером команды Москвы, это помогло осмыслить скажем так широчайший эмпирический опыт, стать автором статей, которые вы можете найти опять-таки в открытом доступе. И кроме того, на данный момент я работаю еще и со студентами, что опять-таки порой помогает посмотреть под другим углом на все эти пособия, с которыми мы с вами работаем. Коллеги, я бы хотел начать с вот такого слайда. Мы часто говорим о том, что самый сложный самый сложный конкурс это Use of English и это действительно подтверждается статистикой, вы видите это прямо сейчас. Посмотрите, пожалуйста, это цифры, которые были в Москве в 2021 году, когда был эксперимент с коэффициентом за проходные баллы и для того, чтобы пройти насколько я помню, проход был 91 наверное 91 балл и здесь вы видите те цифры тех людей, которым не хватило буквально чуть-чуть полбалла кому-то балла и вы видите, что у этих ребят очень хорошо решен конкурс аудирования и чтения коллеги, но это никак не означает то, что это легкий конкурс. На самом деле эти цифры означают только одно у участников, у наших учеников практически нет права на ошибку, когда они работают с разделом listening and reading. И если вы посмотрите опять-таки на специфику результатов кембриджских экзаменов, того же самого advanced или proficiency, а это ровно те экзамены, с которых во многом списаны олимпиады, по крайней мере концептуально, вы увидите, что там как раз обратная ситуация, там чтение и аудирование это самые сложные конкурсы, и мы это связываем только с тем простым фактом, Кембридж не додумался ввести кроссворды и country studies в свои туры, поэтому use of English, несмотря на всю сложность в классическом виде именно лексико-громатического теста, в принципе вполне себе решаемый раздел. Что же касается раздела чтения, раздела аудирования, а также интегрированных заданий, это действительно очень сложный конкурс, который требует от нас большого внимания. Алексей Васильевич, пожалуйста, сделайте задушку микрофона, у нас снова посторонние думы. Спасибо. Итак, коллеги, ну, в общем-то, на самом деле не так много форматов, которые мы с вами можем встретить в конкурсах именно аудирование и чтение, так называемые перцептивные навыки, и, соответственно, вы видите их, честно, на слайде, а именно у нас есть задание на установление истины или ложности, банальный true-false, у нас есть выбор множественно, когда мы выбираем один правильный ответ из нескольких. Коллеги, пожалуйста, выключите микрофон. Работать невозможно. Спасибо. Итак, также мы видим задание на соотнесение каких-то единиц, сна. И мы видим то, что в конкурсах как чтение, так аудирование в принципе форматы практически одни и те же. И как мне кажется, на самом деле один из самых базовых форматов является банальный true-false. Мы сегодня про это еще и поговорим. Но в принципе мы понимаем, что тот же самый множественный выбор основан как раз на том, что ребята смотрят на все высказанные, которые даны и прикидывают правдивы они или нет. Соответственно, без true-false мы точно не обойдемся. По сути, это задание просто на логику. Однако, когда мы говорим про задание по чтению и мы анализируем ошибки ребят, мы понимаем, что эти ошибки могут связаны либо с недостатком вокабуляра, то есть дети читают и просто не понимают, о чем идет речь. Либо вторая ситуация, ребята не до конца осознают, как надо это задание решать. Они не понимают, что от них в принципе хотят. Соответственно, коллеги, мы можем разделить все задания по чтению и аудированию на две категории. Первая категория это так называемые классические задания. Мы их называем классическими, потому что подобные задания вы можете увидеть много раз в любых других экзаменах, кроме Олимпиады. это и российские экзамены типа ЕГОГ, это и Кембриджский, это и IELTS, все что угодно. Что же это? Это тот самый true-false, про который мы говорили, и также multiple choice. Если уже мы говорим про не классические, не стандартные задания, то здесь мы можем упомянуть два из них, а именно интеграцию, интеграцию с чтением, это Integrated Listening and Reading. Это задание, несмотря на его сложность, на самом деле уже можно считать классическим заданием именно Олимпиады, потому что оно впервые было заявлено в 2011 году на региональном этапе, больше 10 лет прошло, то есть говорить про инновации, инноваторство явно уже не приходится, все давно привыкли, даже в прошлом кажется году уже думали о внедрении этого формата в ЕГЭ, но отказались, но только потому, что действительно сложное задание, сложное как для разработки, так и для решения. И второе интегрированное задание, но это уже интеграция лексики и чтения, это то, что мы видим только на финальном этапе, это словообразование по чтению. Мы привыкли к тому, что словообразование это достаточно решаемое задание, мы видим контекст слова, нужно образовать новые деривативы, мы знаем куда его поставить, соответственно вопросов не возникает. На финальном этапе уже несколько лет нам предлагают очень неожиданный формат, а именно нам дается текст 500-800 слов, и к этому тексту помимо классического true-false предлагается пять основ, которые нужно преобразовать и понять куда именно это слово в тексте должно встать. Вот такое словообразование по тексту это очень редкий формат, мы конечно не будем говорить, что его изобрели именно к фсиросу, нет, я его встречал и в каких-то достаточно старых упражнениях, в принципе сама идея это не на вопрос это все по тексту раскидать, но именно в большом количестве, тем более на основе больших текстов, 800-сов это все-таки много, мы понимаем, таких заданий встречается очень мало, и поэтому нам пришлось дописывать эти задания в большом количестве, и строго говоря, по сути, это одна из новинок книги, чего книга и замышлялась, потому что в своем предыдущем этапе, на своем предыдущем этапе, она в принципе никак не могла готовить ребят к заключительному этапу Олимпиады, к финалу, но теперь эта лакуна решена, соответственно, если кто-то выходит с регионального этапа на финал, пожалуйста, там все это есть, опять-таки, коллеги, мы понимаем, что задания, которые обкатываются на финале, они рано или поздно опускаются вниз, мы можем увидеть какие-то форматы с финала потом на регионе, даже на муниципальном туре порой, так как пособие пишется ни на один год, то мы надеемся, что если вдруг это задание опустится ниже, то, соответственно, этот формат уже у вас будет, уже будет что посмотреть. Коллеги, несколько общих рекомендаций, которые касаются олимпиадных заданий на чтение аудирования. Итак, как бы глупо это не звучало, банально это не звучало, но чтение вопросов это действительно важный навык. По крайней мере, если мы говорим за те же самые задания с интеграцией, скажем так, когда это задание дети видят впервые в жизни и у них нет никакой практики, то невнимательно читая саму формулировку, они могут неправильно его решить. когда впервые внедрилось задание с словообразованием по тексту, типичной ошибкой было, когда ребята не стали менять корень вообще. То есть, они подумали, ну а зачем он и так подходит, и вставили его как есть, и действительно слово подходило по смыслу и контексту в оригинальном, первоначальном виде, но есть одно но, в задании было написано derive. Соответственно, это противоречило формулировке задания, что, безусловно, привело к обнулению. Балл и апелляция никакая здесь не работала. Что касается неочевидности правильного ответа, коллеги, ну, это опять-таки звучит банально, но в текстах всегда очень много дистракторов, всегда очень много похожей информации и наверное самый главный совет, который я могу дать, если что-то звучит практически так же без синонимов, это, скорее всего, ловушка и, скорее всего, не нужно даже дать время на обдумывание этого варианта. Опять-таки, нужно быть готовым к любым жанрам текстов, которые будут представлены. Я имею в виду, что жанры, на базе которых разработаны задания, мы видели и научные тексты, мы видели и художественную литературу. Опять-таки, коллеги, когда мы говорим за подготовку к Олимпиаде, правильнее говорить, к Олимпиадам, потому что на сегодняшний день Всероссийская Олимпиада школьников это проект, к которому мы готовимся, имея в голове параллельно многочисленные вузовские Олимпиады и очень часто я слышу мнение, что перечень Олимпиады гораздо реальнее. Соответственно, все, что мы обсуждаем сегодня с вами в рамках Всеросса, это все точно так же актуально для наших учеников, которые поступают и используют любые другие Олимпиады, это и высшая проба, и Олимпиады МГУ или МГЛУ, пожалуйста, все эти проекты опять-таки базируются на стандартах международного тестирования, и хотя там есть какие-то свои тонкости, но мимо банального true-faults мы никогда не пройдем, поэтому это правильно, когда в пособиях даются различные жанры, и в общем-то мы стоим на этих принципах. Что касается ситуации, когда у нас очень много похожих вариантов, в этом случае мы рекомендуем начинать работать в методном исключения, то есть сначала мы выкидываем те варианты, которые однозначно не работают, которые однозначно не подходят никак нам по контексту, после чего соответственно мы выбираем наилучший. Коллеги, я не говорю правильный, я говорю наилучший, потому что в заданиях часто пишут choose the answer which fits the best. Даже разработчики как Кэмиджи, так и Олимпиады понимают, что порою мы с вами стоим перед скажем так развилкой слева у нас будет you should have guessed, а справа you are overthinking. Это те ответы, которые нам дают апелляционные комиссии, когда мы пытаемся апеллировать ключи. И тем не менее, тем не менее, если два, три, четыре варианта кажутся одинаково одинаковыми в принципе, либо одинаково полезными, то в этом случае можно попробовать просто уже как-то наугад ткнуть, исключить неудачные варианты. Опять-таки, не забываем, что тексты большие, 800 слов, 1000 слов и количество времени ограничено, поэтому мы всегда можем попасть в ситуацию, когда у ребенка есть буквально 15 минут, чтобы прочитать текст, а дальше уже решать где-то даже наугад, потому что нет времени перечитывать несколько раз, нет времени обдумывать каждый вопрос там по 5-6 минут, соответственно, быстрое мышление для нас с вами тоже актуально. Опять-таки, следующий пункт, пятый, это работа по всему тексту. Очень часто на Олимпиаде нам дают большой statement, большой вопрос, который состоит из некоторых логических кусков. например, нам будет сказано Джон проснулся утром и выпил кофе. Соответственно, все единицы текста должны быть правдивыми. Он вполне мог проснуться утром, но, допустим, он выпил чай. Или, например, он проснулся вечером, мало ли, в конце концов, и выпил кофе. И информация будет раскидана по тексту. Ну, предположим, у нас в первом предложении будет написано «Джон проснулся рано утром, заварил себе чашку кофе, пошел умываться». Дети думают «Все, это точно правильный ответ», ставят плюсик и забывают про этот вопрос. Где-нибудь дальше в тексте будет написано, что зашла на кухню сестра Джона, выпила его кофе, сделала ему чай, он пришел, не распроянул вкус, выпил свой чай, ушел на работу. Вопрос, что выпил Джон? Мы понимаем, что он выпил не кофе, соответственно, нам нужно было прийти к этому суждению не на основе какого-то одного предложения, а именно на основе чтения всего текста. Поэтому, хотя мы и говорим про то, что необходимо сначала читать вопросы, ну, чтобы примерно понимать, о чем вообще вас спрашивают, тем не менее, мы никак не можем игнорировать кусочки информации, которые будут раскиданы. Ну, и, наверное, самое главное, это опять-таки уметь работать на время. Коллеги, я постоянно работаю со школьниками, и могу сказать, что одна из самых больших проблем, это когда ребята за предложенное время не могут сосредоточиться. Они могут 5-6 минут потратить просто на обдумки каких-то вопросов, они могут отвлечься на что-то, и, соответственно, новички нашего курса всегда первое время будут очень напряженно относиться к тому, что у них 10-15 минут. Но это действительно те реалии, которые бывают. Опять-таки, если мы говорим про раздел аудирования, то все еще хуже. Вы знаете, например, что детям дается 45 секунд, чтобы ознакомиться с вопросами. Но, скажу честно, мне откровенно этого мало, поэтому, когда несколько лет назад я решил подтвердить свой уровень языка и сдать профессионсы, так вот, для меня целым челленджем стало именно то, что я должен максимум за минуту прочитать 10 утверждений, обдумать их и дальше в ходе записи быстро решить. Однако, это те навыки, которые вполне тренируются и, соответственно, если мы не будем давать детям лишнее время, то рано или поздно они к этому привыкнут. так, коллеги, хотелось бы обратиться к тому пособию, которое было написано. Повторюсь, это микс из двух произведений, куда мы добавили новые задания, но, коллеги, я бы не стал говорить, что это просто чуть-чуть переработанная вещь. На самом деле, это очень серьезная переработка. Прежде всего, мы убрали некоторые задания. Вы знаете, когда книга поступает на рынок, я об этом общаюсь с коллегами в рамках как апробации, так и общения на конференциях, я интересуюсь, как, что работает, насколько нравится, насколько эффективно. И некоторые коллеги говорили, что вот некоторые задания очень легкие, не олимпиадные от слова совсем. Окей, мы их убрали. Соответственно, на сегодняшний день первое, что мы сделали, мы убрали те вещи, которые нам показались действительно легкими. Опять-таки, коллеги, мы должны понимать, что уровень заданий постоянно усложняется на олимпиаде. Это легко объяснимо, отчасти это благодаря нам, в кавычках. Чем лучше дети пишут олимпиаду, тем сложнее она становится, потому что необходимо как-то ранжировать детей. Соответственно, что мы сделали? Легкие задания мы убрали. Некоторые задания, которые были форматно удачными, но через цур легко решались в чтении, мы превратили их в аудирование. То есть мы записали новые треки, и если задание было, например, true, false, not stated, которое легко решалось с детьми в чтении, став аудированием, оно стало гораздо сложнее. Опять-таки, коллеги, не забываем то, что на олимпиаде очень часто предлагается задание, когда нужно прослушать ровно один раз. Соответственно, вы как наставники сами можете модерировать этот процесс у себя в классе. Я, например, миксую, некоторые записи я включаю два раза, некоторые записи один раз, и если уже из опыта вы видите, что какое-то задание именно ваши ученики в вашем классе решают удачно, окей, в следующей группе вы просто даете его на единоразовое послушивание, и вы увидите, что статистика сразу ухудшится, но ухудшится почему? Не потому, что задание сложно, а просто потому, что с одного прослушивания что-то можно не услышать, что-то можно пропустить. Опять-таки, если это задание, где надо сопоставлять информацию, услышанную в разных кусочках текста, естественно, в аудировании это вдвойне сложнее. Ну, какой совет? Делать записи. Если ребята аудируя сразу ведут какие-то заметки, хотя бы так себе где-то там на полях, то это им поможет вернуться к обдумыванию вопроса, если у них останется какое-то время. Кроме того, здесь мы дописали семь новых заданий, которые пошли в чтение. То есть, в чтении абсолютно новые сеты, но это связано с тем, что появились новые форматы именно в чтении, и мы закрывали эту лакуну, мы добавили и вопросы, где, например, есть кроссворды, то есть мы добавили в чтение кроссворды, но раз уж пошла интеграция лексики и лексики, окей, мы отреагировали. Кроме того, там теперь есть задания с словообразованием по тексту, соответственно, эти вещи тоже теперь доступны для тренировки. мы изменили структуру, ну, это логично, раньше у нас было 20 заданий там и там, а сейчас мы сделали единый сет, ну, то есть, как на Олимпиаде, сначала listening, потом reading, дальше мы анализируем, смотрим, что получилось, то есть, формально мы приблизились к процедуре, которая работает и существует на Олимпиадном туре. Далее, мы положили скрипт аудирования в самом начале задания. Кто-то критикует нас за такой подход, однако мне, как преподавателю, вот всегда не хватает аудирования перед глазами. Ну, почему? Потому что как только дети закончили аудировать и что-то решили неправильно, начинаются дискуссии в классе, а почему, а где, а где это сказано, если же текст лежит сразу перед глазами, то есть, не нужно куда-то листать далеко в текст. Дети могут сразу подчеркнуть себе. Это гораздо удобнее. Конечно, возникает проблема, когда дети думают, о, есть скрипт, я не буду слушать, но, знаете, мне кажется, такая проблема чаще возникает с низкомотивированными полниками. У нас все-таки олимпиадный курс, соответственно, мы предполагаем, что какое-то сознание у детей работает, они понимают, что, в принципе, не так много олимпиадных заданий, поэтому портить себе экспириенс и превращать ценное аудирование в чтение все-таки не стоит. и, наконец, в пособии есть ответы. Ответы и комментарии я разделяю. Эти вещи в особо сложных случаях мы прикладывали не только предложения, скажем так, интерпретируя которые, мы приходили к ответу, но и писали комментарии, почему другие ответы неправильные, почему вот именно это предложение дает нам правильный ответ. Знаете, на самом деле эту работу очень не хотелось сделать, но очень часто я слышал отзывы что-то типа, а у вас ключи неправильные. И, соответственно, если нет комментариев, объясняющих, почему ответ A, например, а не B, то многие думали, что какие-то у нас опечатки в задании и так далее. Опять-таки, мы понимаем, что действительно иногда бывают опечатки, к сожалению, но когда есть комментарии, то сразу понятно это опечатка и на самом деле ключ другой доказывается или же соответственно все верно. Итак, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на структуру. Это план наших сетов. Алексей Васильевич говорил про то, что страноведение можно изучать и на базе аудирования и чтения. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, сколько знакомых имен, которые имеют большое значение для англоязычной культуры, вы здесь видите. Это и политики, это и художники, в конце концов, и короли, и опять-таки даже какие-то документы, у нас есть текст про магна-карта и Кайбургский университет. То есть действительно по этим заданиям можно изучать страноведение. И скажем так, Алексей Васильевич сегодня говорил про Country Studies и как с этим бороться. Вы знаете, я, честно говоря, в последнее время абсолютно отчаялся и понимая то, что угадать, осознать формат и тему Country Studies в принципе, скорее всего, невозможно. Я сейчас готовлю к этому разделу двумя способами. Первое, мы нарешиваем тесты, и дети потом дома отрабатывают сами те материалы, которые мы проходили. и второе это именно работа с чтением аудилии на базе текстов страноведческого характера. Так, коллеги, несколько слов по поводу интеграции. Итак, в данном пособии не так много интегрированных заданий, всего два. Мы не стали делать больше, потому что скажем так, эти задания нужны нам для понимания формата. Для всего остального есть актуальная существующая накопленная база регионального этапа. С 2011 года вполне накопилось заданий. Когда мы будем книжку обновлять, конечно, мы добавим, но на данном этапе мы решили остановиться на этом. Итак, коллеги, когда мы говорим про интегрейтед пат, то мы понимаем, что это задание это банальный true-false. Вот ничего кроме этого. Посмотрите, пожалуйста, нам предлагается послушать запись, прочитать текст и на основании этого решить, насколько правдиво это задание. Соответственно, посмотрите, если информация попадается только в чтении, мы ставим плюсик чтением. Если информация попадается только в аудирование, мы ставим плюсик в аудирование. После чего вся интеграция заключается в том, что мы складываем плюсики и минусики. Если ребята разбивают эту работу на два этапа, если они не пытаются как шелок он все это решить в одном скажем так рывке, то результаты будут хорошими. 100%. Как я проверяю эту теорию? Я прихожу в класс, даю детям такое аудирование, никак не комментируя. Они решают. После чего мы начинаем с ними делить на этапы и, как правило, статистика очень сильно улучшается. Попробуйте, вам понравится. Плюс, минус, плюс, минус и дальше на основании этих плюсов или минусов они выставляют свою статистику. У них получается либо A, либо B, либо C, либо D, соответственно. Так, коллеги, по поводу ключей и комментариев посмотрите. Мы видим скриншот из конца книги. Там, где более-менее понятно, где нужно было вставить слова, вот, пожалуйста, ответы, вот предложение откуда берется. Где нужны комментарии, мы написали комментарии. по поводу того, где эту книжечку мы можем взять, в принципе, все ссылки Алексей Васильевич уже дал, но на всякий случай в презентации опять-таки вы можете увидеть эту ссылку и здесь все найти. Я не буду много говорить про другие источники, про другие пособия, в принципе, их уже достаточно много и достаточно давно они появились на рынке и мы в этом году запустили большую массовую кампанию по обновлению и, скорее всего, постараемся обновить все, что можно. и опять-таки отдельно хотелось сказать про то, что мы издали, наверное, самую главную книгу. Это книга для учителей. Алексей Алексеевич говорил про то, что ее можно читать с титула онлайн. На моем сайте она тоже есть, причем отсюда ее можно скачать и распечатать, скорее всего. Не знаю, если это опция с титул онлайн, если честно. Так вот, это действительно, наверное, одна из самых главных книг, по крайней мере, для меня, для преподавателя. И большая часть того, что я рассказываю на своих выступлениях, в принципе, это как раз то, что написано в этой книге. Можно ее прочитать, там всего 106 страничек, и на этом, я думаю, все вопросы, скорее всего, иссякнут. Коллеги, ну, в общем-то, в общем-то, все. Мне больше, на самом деле, сказать нечего. Коллеги, если есть какие-то вопросы, я попрошу их, опять-таки, писать в чат. У нас не так много времени, чтобы голосом работать. Кто-то есть? Пожалуйста, пишите. И, Алексей Васильевич, передаю вам слово. Артем глухом лесу, никто не мог дать мне информацию для подготовки к Российской Олимпиаде школьников. Или, вот еще один комментарий, мне как молодому специалисту, к сожалению, известны не все полезные ресурсы для подготовки к Олимпиадам, да и просто для работы на уроке. А сегодня, буквально менее, чем за два часа, для меня открылся огромный спектр интернет-ресурсов и пособий. Еще раз большое спасибо организаторам и спикерам сегодняшнего вебинара за то, что поделились своим опытом. Коллеги, я просто хотел сказать, что вот когда мы планировали с Артемом Петровичем эту конференцию, мы ее и планировали сделать открытой, бесплатной и показать, что на самом деле готовить к Олимпиадам можно, что у вас есть у кого брать опыт. И вот этого всего не было бы возможно сделать, если бы не было такого сотрудничества автора и издательства, когда, что называется, нашли друг друга и смогли создавать вот такие вот пособия. Пособия не были бы возможны без авторского труда, но, естественно, издательство тоже старается сделать так, чтобы эти пособия стоили недорого, чтобы они были доступны не только нам с вами, но и ученикам, что самое главное и самое проблемное вещь. Ну и, как видите, есть вещи, которые размещаются бесплатно. То есть это для того, чтобы мы действительно с вами могли построить систему подготовки и чтобы из какого-то элитного, непонятного мероприятия Олимпиада превратилась в факт нашей повседневной жизни. Конечно, вряд ли стоит рассчитывать на то, что у нас это будет массово в любом случае, потому что и сам уровень, и фоновые знания, да и интерес к английскому языку, он тоже далеко не у всех учеников. Но я надеюсь, что вам действительно стало немножечко понятнее, как работать, что использовать, что нам с вами поможет. Мы будем продолжать эту серию. Мы пока еще, еще до начала конференции, по секрету скажу, с Артемом Петровичем обсуждали, может быть, нам попробовать в Москве сделать очное мероприятие в конце февраля. Это пока только идея. Мы пока еще не можем на 100% обещать, но мы уже начали над этим работать. И вот я вижу, что ваши комментарии подтверждают, что такие мероприятия нужны, что они полезны, и будем стараться работать здесь для вас. Так что спасибо большое, коллеги. Вы знаете, я вижу, что вопросов нет. Вот Мария Матошина, коллеги, это замечательный учитель из Архангельской области. Я очень многих знаю, тех, кто активно на форуме пишет и так далее, или писал. Я многих знаю по именам. Вот, причем, это человек, который и художественные произведения в электронном виде покупает, использует с учениками, потому что у нас целая серия книг художественных, есть английская, классическая литература, книга плюс аудиокнига. Вот, поэтому я многих знаю. Коллеги, если у нас будет очное мероприятие в Москве, мы обеспечим трансляцию онлайн, точно так же через Zoom. Просто, как вы понимаете, поскольку оно будет точное, то там немножечко будет с камерой не так все удобно, но я думаю, что мы это сможем сделать. Вот, ну что ж, коллеги, спасибо большое. Я вижу, что вопросов нет. Вы всегда можете написать Артему Петровичу через сайт teacher.org. Там огромное количество ресурсов, огромнейшее, и сборки заданий прошлых лет, и авторские материалы, и прочее. И вы всегда можете и посоветоваться с автором, но самое главное, что вы можете использовать учебные пособия, которые будут помогать вам во всех материалах. Так, как можно заказать сертификат участника конференции? Мы сейчас дадим эту информацию, так что все можно получить. Вот Артем Петрович поделился с вами адресом электронной почты, так что вы можете проконсультироваться. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Отдельное спасибо за то, что в выходной день, в воскресенье, почти 250 человек у нас на пике было, смогли прийти и принять участие. И это значит, что мы действительно делаем важное, нужное, полезное дело. И дай Бог, чтобы у нас все получалось. Спасибо. До свидания.